Всем привет! И сегодня я хочу с вами поговорить о ситуации, которая сейчас разворачивается у наших заокеанских друзей и коллег по опасному бизнесу у Соединенных Штатов Америки. Как мы уже с вами неоднократно слышали, ситуация там связана с глубоким социальным кризисом, который сейчас вовсю бушует в этой стране, и, скажем так, данные события вступили в свою наивысшую точку. И все внутренние проблемы и противоречия, которые так или иначе до этого момента удавалось скрывать правительству Америки и руководящему составу страны, в данный момент, скажем так, вступили в свою решающую стадию и выплеснулись пока за всем миру всю, скажем так, нелепость и всю гнилую сущность системы Соединенных Штатов. Почему я вообще затрагиваю этот вопрос? Ведь вы мне сейчас сразу же начнете возражать, дескать, какое нам дело, что там происходит у этих тупых пиндосов, хотя они на самом деле далеко не тупые, чего нам до них делать, зачем ты вообще все это обсуждать и какая нам разница, что там у них сейчас у нас своих проблем достаточно. Во-первых, наши проблемы во многом связаны с их внутренними проблемами, на самом деле это так и есть при более внимательном анализе ситуации. Во-вторых, Соединенные Штаты не стесняясь лезут со своими нравоучениями и, скажем так, учениями о жизни во все остальные государства, в том числе и во наши внутренние дела. Поэтому, я думаю, тут нет ничего задозорного, чтобы нам обсуждать и их внутренние проблемы. А в-третьих, все те социальные потрясения, экономические проблемы, которые есть в США, казалось бы, в самой передовой, в самой демократической стране мира, будут так или иначе, а может быть и в более сильной, не такой гладкой фазе и форме, проявляться и во всех социальных странах, и в том числе и наши. Поэтому для нас это будет очень хорошим уроком. А именно, переходим к сути проблемы. Итак, многие обострения конфликта начались после того, как сотрудник полиции Соединенных Штатов при задержании одного из злоумышленников, которого до этого было уже несколько, скажем так, тюремных сроков и, скажем так, личность нифига не такая негладкая и не непорочная, был чернокожим парнем и его убили при задержании. Оттуда уж я, он умер, да? Как все знают. Но, либеральная общественность, любители демократических ценностей, прав человека, это пятое-десятое, сразу же подняли вой о том, что Соединенные Штаты и их система это вообще невыносимый ад, что, естественно, не бьется с нашей идиомой радиостанции Эхо Москвы и, в частности, Юрия Дудя, который не так давно на своем канале выпускал фильм про успехи и небывалые росты и мечту, которая может вам подарить жизнь в Соединенных Штатах Америки. Сейчас все это, естественно, в один прекрасный миг провалилось и с треском рухнуло в пучину говна и ненависти. Итак, перейдем дальше. На фоне того, как нам не так давно рассказывали об воплощении очередной американской мечты в лице Илла Маска, в которую просто удачно кто-то вложил денег, скорее всего, даже из самого, скажем так, государства и различных госструктур США, лишний раз был такой хайп показать, дабы вот какая она бывает в действительности американская мечта и чего ты можешь добиться лично сам, приложив определенные усилия. Конечно, это не так. Просто одни проекты были задушены, другие, такие как проекты Илла Маска, были вложены деньги, но с другой стороны тоже надо отдать ему должное, ведь не так давно на него все кричали с пеной у рта, проклинали, кричали, что он недоумок и кретин, но на деле оказалось всего несколько другое. Но не об этом. Дело в том, почему я об этом упомянул, что на волне раздувания успеха Илла Маска вывелись внутренние социальные проблемы Соединенных Штатов. Ведь многим из нас долгое время, начиная с 2008 года, как минимум, внималось, скажем так, во внимание, что, дескать, смотрите, в 2008 году президентом Соединенных Штатов стал чернокожий парень Барак Обама, и что Соединенные Штаты, наконец, одна из первейших стран мира преодолела различные расовые и национальные предрассудки, и вот у них негром стал президентом. Но на самом деле это глубоко не так, это был великий обман, и самый великий обман был для жителей как раз Соединенных Штатов, ведь расовую сегрегацию в США не отменял никто и по сей день. Чернокожие районы всегда были бедными, люди, скажем так, другого цвета кожи получают априори более худшее образование, и имеют менее, так, развитые, скажем так, социальные лифты для развития и движения, скажем так, вверх по социальной ветке и по строению своей карьеры. Для нас это тоже примечательно, потому что мы являемся тоже капиталистической страной, как и США, и лишний раз стоит напомнить о том, что в очередной раз на волне всех этих событий американская мечта про красивую жизнь, которая нам вливалась в уши с конца, даже, вернее, будет правильно сказать, с середины 80-х годов, с того момента, как у нас началась перестройка, и лилась вплоть до развала Советского Союза, в очередной раз показалось, что все это ложь и провокация, потому что никакой американской мечты нет, и какого бы ты цвета кожи не был, какой бы религиозной, скажем так, составляющей ты не обладал, если ты не подходишь по всем этим определенным параметрам, ты не сможешь особо ничего добиться. Как будут развиваться события дальше, мы будем следить, и оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, и ставьте лайки. До новых встреч!